В ходе совместного рейда сотрудников дирекции по особо охраняемым природным территориям Тувы и Росгвардии на территории государственного заказника Топсинский Кызылского района выявлены два факта ношения огнестрельного оружия без разрешительных документов. Правонарушителями оказались жители сел Черби и Караха Кызылского района. В первом случае основные части одного из огнестрельных ружей были собраны из разного вида оружия. Во втором документы на огнестрельное оружие были оформлены ненадлежащим образом. Ружья изъяты, а правонарушители понесут наказание. Со слов данных граждан, они заехали на территорию заказника для сбора ягод и кедровых орех. Режимом заказника гражданам разрешается сбор ягод, орех, но без охотничьих ружей, даже с разрешением на их ношение и хранение. Мужчина, потерявшийся в лесу, в Кызылском районе найден живым. Напомним, сообщение о пропаже поступило в Тувинский поисково-спасательный отряд МЧС России 16 сентября. Мужчины отправились в тайгу на сбор орехов и ягод, и один из них домой не вернулся. Спасатели тут же отправились на поиски. И вот спустя шесть дней стало известно, что у пропавшей вышел к реке Большой Енисей и встретился с рыбаками, которые довезли его на моторной лодке до Кызыла. Он был в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался. Со слов спасателей, с собой мужчина были спички, что и помогло ему выжить в лесу, но при этом не было ни компаса, ни запаса еды, ни других вещей, которые помогли бы ему ориентироваться или иным образом облегчить ситуацию.